Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот такой вот канцелярский набор, в который входят два карандаша, точилка, линейка, блокнотик и сам стаканчик для всего этого. В общем, типичный набор для школьника. А чтобы его выиграть, вам нужно поставить лайк или сделать репост на свою страницу ВКонтакте. А ты, Паш, давай рассказывай, за что там тебя учительница недолюбливает? Если честно, то я не знаю. Мне кажется, что я просто ей не симпатизирую. А ты не пытался как-нибудь встиснуться в круг любимчиков? Может быть, конфеты дарил или после уроков оставался и полымыл? Да нет, мне кажется, что это неправильно, потому что всем в этом мире не угодишь. И обязательно найдется тот, кому ты не понравишься. Да, это тоже верно. А вот у нас, например, в классе все наоборот. У нас обычно все честно, но иногда такие ситуации все-таки случались. Вот однажды нам задали по литературе выучить стихотворение. Настал тот день, я выхожу к доске, рассказываю. Рассказала я с одной ошибкой. Мне поставили пять с минусом. А вот моей подруге, она тоже рассказала, тоже с одной ошибкой, ей поставили четыре. С одной стороны, было приятно, но с другой не очень, потому что потом моя подруга со мной целый месяц не разговаривала. А я-то ведь в этом не виновата. Да, а вот знаешь, у меня совсем все по-другому было. Значит, я решаю контрольную работу на тройку, а мой друг на четверку. Хотя ошибки у нас одни и те же. Да. Тогда получается, что ты любимчик, а я, к сожалению, нет. Но знаешь, есть же еще много видов любимчиков. Например, есть люди, которых родители помогли когда-то директору с ремонтом или учителю. И вот сразу резкое отношение к ученику меняется. Вот как ты думаешь, это вообще правильно? Ну, у меня родители в это число точно не входят. Они мне всегда говорили, чтобы я оценки заслуживала собственным трудом. Вот. А, например, были такие люди в фильмах и сериалах. Я часто такое видела и встречаю до сих пор, то, что они помогают с ремонтом, да, и сразу резко отношение меняется в лучшую сторону. Оценки хорошие ставят. А вот мне кажется, что это вообще неправильно, потому что ученик в первую очередь должен получать оценки за знания. Да, я тоже с этим согласна. А вот еще есть виды любимчиков, например, знаменитости. Есть же дети знаменитости, которые актеры, блогеры и учителя, они видят, что они известности, и у них тоже отношение к ним разное. И вот как ты думаешь, какое отношение? Ну, в первую очередь, мне кажется, им очень тяжело. Потому что, вот, например, они опаздывают на урок, бегут, а к ним навстречу идет толпа народу, и они хотят с ними сфотографироваться все, и, собственно, поэтому они опаздывают на урок. И очень многие учителя, мне кажется, за это их даже не любят, потому что они часто пропускают, опаздывают на уроки, а некоторые, наоборот, являются у учителя любимчиками, потому что многие учителя понимают то, что в свои школьные годы они столького добились, и, наоборот, поддерживают их хобби. Ну, знаешь, не каждый же день фотографироваться с одним и тем же человеком. Ну, школа-то большая. Ну, а учителя, они люди, в первую очередь, и они должны нас понимать. Да, это тоже верно, потому что нам всегда говорили то, что учителя – это наши вторые мамы, можно так сказать. Ну, а я предлагаю посмотреть на эту тему рубрику, где... А, еще же есть двоечники знаменитости. Точно. Вот мне папа всегда говорил, что то, что бывает такое, то, что люди... Да, ты точно не расстраивайся за свои двойки, потому что папа мне всегда рассказывал то, что бывают люди, которые в школе учились на двойки, на тройки. Ну, короче, были точно не любимчиками учителей, но в будущем становились известными актерами, знаменитостями и даже известными бизнесменами. Так что, Паша, я уверена, что в будущем ты будешь голливудской звездой. Ну, да, спасибо тебе, Лиза. Ну, а я предлагаю посмотреть на эту тему рубрику, где двоечники в школе стали известными и популярными людьми. Смотрим. Сильвестр Сталонна. В детстве вечер любил похулиганить. Из-за этого ему пришлось поменять 10 школ. А свидетельство о получении среднего образования актеры вручили в школе для трудных подростков. Но это не помешало стать голливудской звездой. Альберт Эйнштейн. Учась в католической гимназии, мальчик и намека не подавал о своей гениальности. Он сильно отставал по физике и математике, а еще бесконечно спорил с учителями. Потому-то и получал плохие оценки. Однако, так и не закончивший гимназию, Альберт стал автором теории относительности и был награжден Нобелевской премией по физике. Билл Гейтс. Прилежным и старателем этого мальчика точно не назовешь. Он был помешан на компьютерах и часто прогуливал уроки в компьютерных классах. Из-за таких выходок Билла и его маму бесконечно вызывали к директору школы. Тогда мать заключила сыну деловое соглашение. Каждая хорошая оценка будет поощряться деньгами. Позже Билл Гейтс стал самым известным предпринимателем. Николай Фоменко. Актер, шоумен и музыкант. Был уверен, что двойки ему ставят незаслуженно. За его честность и принципиальность. Он не церемонился с учителями, а если на уроке было скучно, Николай мог собрать вещи и уйти. Андрей Аршавин. Спортсмен. Он и есть спортсмен. Однажды за незаслуженную четверку юноша разорвал классный журнал. Естественно, за такой самосуд его выставили из школы. Харрисон Форд. Учеба ему особо интересна не была. Юнец больше увлекался театром. В конечном итоге будущую голливудскую звезду выгнали из школы за неуспеваемость. Вы смотрите программу «Отдыхай». А тема нашего эфира – любимчики учителей. И сегодня у нас в гостях психолог первой школы Наталья Викторовна. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Скажите, пожалуйста, нам, кто такой любимчик? Ребята, а как вы думаете сами, кто такой любимчик учителя? Ну, по-моему, это человек, который очень много трудится, старается. Поэтому учителя его возграждают хорошим отношением к себе. Да, это может быть ребенок, который действительно очень много учится, очень много старается, очень прилежно и хорошо себя ведет. Но помимо этого еще бывают и другие любимчики. Да, вы уже говорили, что может быть это какой-то ребенок, у которого родители много сделали. Возможно, да, и приходится какое-то хорошее отношение к нему проявлять. Либо это ребенок, который хорошо коммуницирует, да, хорошо общается, очень вежливый, отзывчивый. И такие тоже нравятся учителям. Понятно. А вот почему учителя выбирают себе в классе любимчиков? Ну, наверное, им проще ориентироваться на какого-то ребенка, который хорошо учится, например, да, и с ним приятно взаимодействовать. Потому что с хулиганами не всегда хочется взаимодействовать. Конечно, учитель должен это делать. В силу того, что он должен его научиться, он должен с ним, ну, найти подход к нему, да, найти с ним контакт. Но не всегда это получается, не всегда хочется. А правильно ли они поступают, когда выбирают себе в коллективе любимчика? Я думаю, нет. Ну, в силу того, что каждый ребенок заслуживает внимания, да. А если внимания такой ребенок не получает, тогда он будет его привлекать всяческими разными способами. Может быть, хулиганить, да, может быть, вести себя как-то нехорошо и вызывающе. Может быть, он просто будет шуметь. А нужно ли быть вообще любимчиком у учителей? Можно, не нужно это решать каждому, да. Каждому ребенку самому нужно решать это. Другое дело, что за этим дальше будет следовать? Да, то есть будет ли он хорошо учиться из-за этого, из-за того, что хорошее отношение, либо же он будет пользоваться учителем. Вот, вы считаете, нормально, и вот что учителям делать в такой ситуации, когда просто ученик начинает пользоваться учителем? Вот он, наверное, говорит, ну, вот я же хороший, поставьте мне пятерку, вот мои же родители вам помогли. Ну, в таких отношениях должны быть границы. И границы простраивает не ребенок, простраивает взрослый, то есть учитель. То есть он ставит норму допустимого. Если ребенок начинает просить перегнуть эти рамки, да, расширить их, здесь учитель решает, можно это сделать или нельзя. Если он несколько раз допустит такую ситуацию, то дальше очень будет сложно оставить, ну, поставить эти рамки на место так, как должно быть. Понятно. А вот что нужно сделать, чтобы стать любимчиком, но при этом ты не блещешь умом? Ну, наверное, тут надо развивать себе просто человеческие качества, да, коммуникативное умение. То есть учиться быть приветливым, доброжелательным, при этом быть отзывчивым. Такие люди никогда не пропадут, потому что, да, вы слышали много историй, когда троечники становились действительно успешными людьми. И тут вопрос, за счет чего они стали такими? Не за счет того, что, наверное, они просто делали что-то, делали, делали до посинения и стали. Да, может быть, их просто учителя даже недолюбливали, поэтому и стали. Может быть. Скорее всего, они просто либо умели очень хорошо взаимодействовать с другими, да, и собрали круг единомышленников, либо они были, может быть, необычными, креативными, да, творческими людьми. Может быть, они хорошие организаторы. А вот, например, бывают такие ситуации, то, что вот твой лучший друг, он является любимчиком, и тебе из-за этого плохо, вот, что делать? Мне кажется, вот у детей, которые не являются любимчиком, когда они видят неравноправие, у них психологически что-то меняется. Да, отношения к школе. К друзьям, друзьями. Знаете, часто бывает завидно, да, когда одному оценки чуть-чуть завышают, потому что он нравится, а другому снижают, придираются, потому что он не нравится. Но в любом случае тут надо понимать, что ребенок сам по себе, он, в принципе, не виноват в этой ситуации, да. Это предпочтение учительное. И каким-то образом ставить бружбу под удар, ну, я думаю, не стоит. Единственное, можно посмотреть на такого ребенка, да. А что он делает такого необычного, что к нему так хорошо относится. Может быть, вы чему-то сможете научиться такого ребенка. А вот вы что-нибудь можете посоветовать? Вот я вам сейчас расскажу историю. У меня есть одноклассник, и одна учительница, его, можно так сказать, просто ненавидит. Из-за того, что однажды родители этого ученика пожаловались директору, и они рассказывают, вот, и она теперь всегда, даже когда он хорошо рассказывает, она все равно ему ставит за нижние оценки, даже он ничего, он со мной сидит за одной партой, он ей ничего не говорит такого, не шумит, она к нему обращается, что что-то шумишь, хотя он молчит. Да, правильно ли учитель поступает, когда так делает? Ну, скорее всего, нет, но мы не можем исключать личностные какие-то качества учителя, потому что он тоже человек. Ему тоже иногда бывает неприятно. И вы знаете, наверное, встречаете такие ситуации, когда учитель тоже вредничает, тоже идет на принцип, да, ну, потому что он тоже человек. Здесь нужно выстраивать отношения этому мальчику с этим учителем, начиная с нейтральных отношений, не ждать какого-то очень хорошего отношения к себе. Спасибо вам большое за ответы. Мы хотим перейти к рубрике, где мы узнали учителей 40-й школы, есть ли у них любимчики, и у обычных прохожих являлись ли они в свои школьные годы любимчиками учителей. Смотрим. Должна ли быть равноправия в школе? Конечно. Поэтому у меня нет любимчиков. Я никого не выделяю. Ну, кому-то же вы делаете, по блажке, например, у кого-то человеку? Нет. Ни в коем случае. Потому что это ребята, видите. А ты ребят ведь не скроешь. Ко всем хорошо относимся. Наоборот, когда у нас слабый ученик, иногда лучше что-то скажет, для нас это, знаете, какой праздник. Обычного учителя принято считать любимчиком кого? Кто хорошо учится, но это, как правило, дети высокомотивированные. Таким детям, наоборот, предъявляются, я бы сказала, на даже повышенные требования. Потому что это ребята, которые очень любознательные. Ну, конечно, кто больше старается, тех мы любим побольше чуть-чуть. Но кто поменьше, мы за них тоже, конечно же, переживаем всем сердцем. У вас в классе есть любимчики? Да. Как им стать? Для этого нужно очень хорошо учиться, участвовать в многих конкурсах и хорошо себя вести. В нашем классе любимчики, конечно, были. Это те дети, которые хорошо учились, активно участвовали в общественной жизни и были такими активными, доброжелательными. Были такие любимчики. Как вы к ним относились? Хорошо относились. Мы брали с них пример. Да, они заслуживали, чтобы их любили. То, что один из них сейчас стал, мне сейчас уже несколько лет назад, наверное, 15, как доктор химических наук. Была у меня ученица, которая, будем говорить, ну, может, выделяла меня из всех. Ну, ученики, наверное, как бы не очень им это нравилось, что я в любимчиках. Но я была всегда в любимчиках. С начальной школы и прям до института. По идее, я думаю, любимчики – это не всегда хорошо. Как бы ко всем надо равно относиться, чтобы ребенок не почувствовал, чтобы у него была тяга к учебе. Ну, это нормально. У людей субъективное мнение. Понятно, что кто-то кому-то больше нравится, кто-то кому-то меньше нравится. Как вы относились к учителям, у которых были любимчики? Не очень, конечно, потому что им всегда было много поблажек. Поэтому не очень хорошо, я бы сказал. А вы были самим любимчиком? Нет. Но всегда был хотел-хотел будет. Я просто всегда проказничал, поэтому я не был в любимчиках. Если ты добрый, отзывчивый, ну, не несешь негатив, то ты будешь всегда в любимчиках. А вы когда-нибудь были любимчиком? Был. Кого? У родителей. Вы смотрите программу «Отдыхайп». А тема нашего сегодняшнего эфира – любимчики учителей. И сегодня у нас в шоу второй гость. Между прочим, впервые за всю историю программы «Отдыхайп». Мы узнали, что дети учителей частенько являются их любимчиками. И сегодня по этому поводу мы позвали к нам в гости Ваню. Привет, Ваня. Привет. Вот мы узнали, что у тебя мама преподает русский язык в школе. Вот скажи, пожалуйста, ты являешься вообще любимчиком у учителей? Вообще, я никогда такого на себе не чувствовал. И мне кажется, нет. Но многие учителя относятся ко мне, наверное, довольно хорошо. То есть, вот так. То есть, и любимчикой нет, да? Можно так сказать? Нет. Нет такого. Нет. А вот мама, она тебе завышает оценки или более востребовательна к тебе? Вообще, наоборот. И мне это довольно обидно, что она намного больше востребовательна ко мне. То есть, все мероприятия, которые она проводит, я во всех должен участвовать. И меня спрашивают практически на каждом уроке. Ну, вот так. То есть, в школьной жизни ты очень активный? Да. Понятно. А вот, может быть, всегда внезапная, контрольная? Она тебе говорит о ней, может быть, заранее, только ты об этом знаешь, или, может быть, даже ответы дает? Вообще, она даже мне не говорит, не то, что там ответы. Я иногда, даже когда опаздываю на урок, меня даже не пускают на эти самые контрольные. То есть, вот так. А тебе вообще нравится ходить на урок с твоей мамой? Не всегда. То есть, иногда мама бывает рассерженная, тогда мне приходится отдуваться за весь класс, меня ругают больше всех. Вот так. Как тебе относятся твои друзья? Завидуют, может быть, или подкалывают? Ну, вообще нет, нет такого. То есть, ну, друзья именно вообще никак не обращают на это внимания. Но есть такие люди, которые, ну, я не сильно не дружу, просто знаю их, одноклассники. Они как-то, ну, иногда ходят, там, обижаются из-за того, что, там, получили четверку вместо, там, пятерки. Ну, так. Ну, то есть, да, то есть ты в этом вообще ни при чем? Они сами получили незаслуженную оценку, но при этом они обижаются на тебя. Да. Они думают, что они незаслуженную. Были ли такие ситуации, когда твои друзья обсуждали твою маму в плохом свете? Вот ты заступаешь за нее в этот момент? Конечно. То есть, одна девочка приехала, почему-то пришла в школу после первого сентября, ну, попозже, несколько, пропустила несколько уроков, и когда она первый раз увидела мою маму, учительницу, она в беседе написала, ну, классный, то, что, ну, плохой учитель, то, что завышает оценки мне и занижает, ну, ей занижает, и тогда она не знала, что, как бы, я ее сын. Понятно. Ну, видимо, эта девочка просто тебе завидовала, то, что ты хорошо учишься. Она тоже хотела, чтобы мама у нее уроки преподавала. Может быть. А вот скажи, она же, как мама, она проверяет у тебя уроки по русскому языку и литературе? Вообще, вот, например, смотри, вам по литературе задали выучить стихотворение. Она у тебя спрашивает, выучил ты или нет, чтобы завтра на уроке ты рассказал. Вообще, вообще никогда такого не спрашивает. То есть, до того, как она стала учительницей, она иногда проверяла это. А сейчас вообще ни по какому предмету, тем более по русскому языку и литературе, нет такого. Понятно. А ты вообще хорошо по этому предмету учишься? Ну, да, довольно хорошо. То есть у меня по русскому языку всегда были хорошие оценки, никогда не было спорных. Всегда твердая пятерка. Понятно. А, то есть ты отличник. Да. Понятно, ты большой молодец. А у тебя есть какие-то успехи по русскому языку? Может, в олимпиадах каких-то выиграл, сочинений там? Ну да, вот, недавно относительно я победил на конкурсе сочинений в российском. Вау, здорово. Да. Ну, в общем, так. Я участвовала в НПК тоже в всероссийском, тоже месяца два назад победила, заняла первое место тоже по русскому языку. А у твоей мамы есть, может быть, еще любимчики в твоем классе? Ну, не знаю. Мне кажется, их вообще нет. То есть твоя мама ко всем относится честно? Одинаково, да. Да, ко всем. И всех одинаково требует? Да. Одинаково много. Скажи, пожалуйста, вот какой у тебя самый любимый предмет в школе? Вообще? Который мама преподает или другой? Вообще литература мне очень нравится, то есть я с радостью думаю на литературу, русский язык тоже. Вообще литература, да. Потом там физра, ну, наверное, у всех так, технология. Потом русский язык. Скажи, а тебе нравится вообще ходить в школу? Не всегда. Почему такое бывает, да? Иногда мне не хочется ходить. Ну, я уже сказал то, что иногда именно урок русского языка мне достается больше всех. То есть твоя мама просто требовательна к тебе. Мне кажется, даже хорошо. Значит, то, что она к тебе любит, ты, да, будешь лучше учиться и будешь умнее, да. А вот было ли такое, то, что ты сталкивался наоборот с неравноправием, когда к тебе плохо относился учитель? Именно по русскому языку нет, не было такого. А по другим предметам? Вообще, да, было такое у меня относительно недавно по биологии. Ну, не знаю, я, наверное, тогда сам был виноват. Ну, я не знаю. А вот если... А так не было такого. А что такого было? Да, расскажи нам, интересно очень. По биологии то, что... Ну, я не знаю, я не совсем понимал эту тему. Он все хорошо написал работы, но, тем не менее, у меня все равно уходила четверка. А, то есть ты сейчас стараешься, чтобы у тебя вышла по биологии хорошая оценка? Да. А тебе нравятся биологии? Нет. Нет? Нет, не нравится? То есть тебе неинтересно изучать всех этих лягушек, птичек? Живые организмы, да? Нет, не нравится. Нет такого. Вань, спасибо тебе большое за откровенные ответы. Мы с тобой еще поговорим в конце выпуска. Мы хотим поблагодарить... Видеопродакшн Перфекта за предоставленную ими съемку. И творческое пространство Птица за предоставленную ими студию. Они, имеется в виду операторы, все большие профессионалы, проведут вам все свадьбы, корпоративы, все что угодно. Да. А мы хотим перейти на короткую рекламу. Вы смотрите программу «Атдыхайп», а тема нашего эфира – любимчики учителей. И сейчас мы хотим почитать все, что вы нам написали на протяжении нашего эфира. Итак, Рауф Галеев нам пишет. Премьера? Да. Мы действительно первый раз в прямом эфире. Мы очень сильно волнуемся, как вы, наверное, все заметили. Немного ошибаемся. Да, но прорвемся. Да. Настя Анисимова пишет. «Есть истории у моей подруги. В классе одна любимица. Учительница ей всегда ставят пятерки. Просто так. Сонечка-то, Сонечка-сё. Мы писали другое. Мы писали контрольную, простите, пожалуйста. И у меня одна ошибка. И у неё. Мне четыре, а Сонечке пять. И ещё миллион случаев. Так нечестно? Пусть ко всем относят одинаково. А то обидно ведь. Ну да, я с тобой согласна. Потому что это очень обидно, когда ты видишь, что... Да, не приятно. Он станет таким... Ну да, замкнут к себе. И у него пропадёт желание ходить в школу, учиться. И мне кажется, ему будет очень плохо на душе от того, что... Ему будет казаться, что он никому не нужен в этом мире. А Евгения Егорова пишет нам. Как думаете, можно ли преквалифицироваться из двоечника в любимчика? Что нужно для этого сделать? Конечно, можно. Конечно, можно, да. Но для этого нужно приложить много усилий. Учиться, учиться, учиться. Думать целый день об учёбе. Читать книжки. И стараться, самое главное. Да. Подходить к учителю. К учителю. Да, если что-то непонятно. Если непонятно, что-то спрашивать. Не стесняться. Учителю, мы уже говорили, что это наша вторая мама. Она нам всегда помочь должна. И понять. И понять. Евгения Егорова пишет. Да. И нужно ли вообще? Ну, конечно. Мне кажется, всем образование нужно. И просто даже вот этот двоечник, отличник, лично мне ничего не говорит. Главное знание. Но ему же хорошо... Самому хочется, чтобы в будущем он... Чтобы учителя относились хорошо. Ну, и чтобы в будущем у него были какие-то знания. И чтобы он не работал, например, уборщиком, а был там известным бизнесменом или, может быть, даже актёром, как мы ранее об этом говорили. А знания для этого нужны. Рауф Галеев нам пишет. Можно, но сложно заявать авторитет у учителя. Нужно лучше учиться и дарить на день рождения учителю подарки. Ну, наверное, да. Нужно дарить подарки. Вниманием надо подходить к учителю. Учителю это всё нравится. Давай, теперь ты. Евгения Егорова спрашивает. А может ли проказник стать любимчиком? Или это звание носят только те, кто хорошо учится? Ну да, проказник тоже может исправить своё поведение в лучшую сторону. И тоже потянуться с учёбы. И тогда он в глазах учителя станет вообще по-другому выглядеть. Ещё нам пишет Рауф Галеев. И когда учитель заболел и сидит дома, можно ему позвонить, узнать самочувствие. Учителя это очень ценят. Да, конечно. Правда это. Учителя, я уже говорила, что очень любят внимание. Им будет очень приятно. Когда вы им позвоните и скажете, чтобы он поскорее выздоравливал, потому что все мы люди. И учителя тоже так, что не тратить, не расшатывайте нервы учителей. Да, это тоже. Мария Шоклева спрашивает. Я тоже ребёнок учителя. Всегда старалась держать планку. Всё учила, в том числе, чтобы маму не подводить. Конечно, мне кажется, родителям тоже всегда будет приятно, когда вы будете хорошо учиться. Да, потому что мама же, она смотрит на вас, как вы учите. Ей приятно. А то, что вы тянетесь к этому. Стараетесь. Да, делаете домашнюю работу, активничаете, показываете себя с хорошей стороны. Евгения Егорова отвечает Рауфу, видимо. Но ведь это должно быть искренне от души, а не потому что хочется стать любимчиком. Да, это правильно, потому что не надо всё делать так вот, как бы подлизываться, что ли. Надо всего добиваться самому. И своим трудом. И действительно, искренне от души надо звонить к учителю, спрашивать его самочувствие. И всё в этом духе. А Данил Сергеев, да? Да. Пишет, считаете ли вы себя любимчиками? Вот я, когда в начале нашей программы, говорил, что нет. Меня учителя наоборот, как бы, не относятся ко мне, как относятся хорошо, но я не отношусь к роду любимчиками. Понятно. Ну, если честно, то мне кажется, что где-то я любимница, а где-то нет. А сейчас мы хотим посмотреть рубрику, где обычные ученики рассказывали свои сокровенные истории. И поэтому, чтобы никто не узнал, кем они являются, мы поменяли им голоса, и вы не увидите их лица. Смотрим. Однажды наша учительница по английскому задала нам сделать презентацию, где минимальное количество слайдов было семь, а максимальное она не упомянула. Мой одноклассник сделал презентацию на пять слайдов, включая слайды «Здравствуйте» и «Спасибо за внимание». Я же сделала презентацию на целых 15 слайдов, но она сказала, что у меня слишком много информации. В итоге я получила три, а мой одноклассник получил пять, повторюсь, с пятью слайдами. Однажды мы с парочкой одноклассников прошли на очень важную олимпиаду, и учитель по этому предмету решил освободить некоторых учеников от занятий, дабы они готовились к этой олимпиаде. К сожалению, в этот список я не попал, потому что в него попали только любимчики и те, кто, по мнению учителя, занял бы призовые места. После этого я очень сильно обозлился, пришел домой и весь вечер готовился к этой олимпиаде. Наутро я пришел на олимпиаду, решил олимпиаду и занял первое место среди всех учеников. Мою учительницу очень беспокоит цвет моих ногтей. Однажды я накрасила ногти в розовый цвет, и моему учительню это очень не понравилось. Возникает вопрос, как цвет моих ногтей может повлиять на мои оценки? Моя одноклассница – актриса театра. Наша преподавательница по математике этому совсем не рада, и, казалось бы, разве это плохо, что человек занимается тем, что ему по душе? Но учитель сделал свой странный вывод, сказав, ну что ж, театральная математика ведь не нужна, вот и замечательно, значит, хорошие оценки в этистатике моим предметам вам тоже не пригодятся. Думаю, не удать моей однокласснице эти статы без троек. Однажды в один день в школе у нас проходило мероприятие, очень значимое для всех старшеклассников. Мой одноклассник был диджеем. После того, как мероприятие закончилось, все успели прийти на урок. Но не мой одноклассник, он опоздал, потому что выключал лаборатуру. Учительница поставила ему двойку за опоздание, хотя он выполнил всю домашнюю работу. Нам задали упражнение по русскому языку. Я сделала все, как написано в учебнике, но совсем забыла про дополнительное задание, которое дала учительница устно. И из-за того, что у меня не было этого одного небольшого задания, мне сразу же поставили двойку. Я считаю это несправедливо, потому что большая часть работы, 90% было сделано. Однажды нам задали выучить текст и указали страницу. Но на этой странице было целых два произведения. Одно очень короткое, а другое очень длинное. Я выучил длинное. Когда я пришел в школу и рассказал, то мне сказали, что нужно было учить совсем другое. И из-за этого поставили двойку. Однажды я болела и не приходила в школу примерно неделю. Но в последний день по болезни я выложила фотографию в Инстаграм. А когда я пришла в школу, учительница мне не хотела ставить отсутствие по болезни и поставила отсутствие без причины. Я спросила, почему, а на что она ответила. Раз ты выложила фотографию в Инстаграм, значит, ты вчера не болела и отсутствовала без причины. Вы смотрите программу «Аддыхайп». А тема нашего эфира – любимчики учителей. И пришло время подводить итоги розыгрыша, который мы с вами и хотели провести. Вот этого конкретного набора. И победителем этого конкурса 45 участников становится София Яковлева. Поздравляем, София. Мы с тобой обязательно свяжемся и передадим тебе твой приз. Да, обязательно. И сейчас мы хотим подвести итоги нашего эфира. Да, сегодня мы узнали, как нужно относиться к любимчикам, нужны любимчики, как учителя относятся к любимчикам. Узнали мнение психолога и ребенка. Ребенка, да. Сейчас мы хотим позвать в нашу студию. Наших прекраснейших гостей. Прекраснейших гостей, да. Сейчас мы им хотим дать рупор. Символ нашей программы. Вы можете сказать о нем все, что угодно. Давайте я передаю его вам. Спасибо. Хочется сказать. Развивайте свои коммуникативные навыки. Общайтесь больше. Учитесь быть вежливыми. Учитесь быть отзывчивыми. И это вам поможет в жизни, несмотря ни на что. Спасибо. Повторю слова. Учитесь. И все. Не знаю, что еще сказать. Спасибо большое. И мы хотим с вами попрощаться. К большому сожалению, наш эфир подошел к концу. Смотрите нас каждый понедельник в 16.05 на национальном телевидении Чувашии или же в группе ВКонтакте городской медиа-центр Куча Мала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!